Всем добрый день! 17 марта, 2019 год. Небольшой обзор состояния роста чеснока на сегодняшнюю дату. Погода у нас влажноватая, дожди не дает выйти в поле, чтобы закрыть влагу, мокро, все тянется. Но будем как-то пытаться, потому что уже пора закрыть влагу, порвать вот эту корку и вносить вторую подкормку азотную селитрой. Так, по состоянию. Вот однозубка любаши. Вот в таком виде, сантиметров до восьми некоторые растения есть. Так, переходим на зубок любаши. Тоже, в принципе, примерно такое состояние. Моет немножко побольше. Нужно срочно дать воздуха растениям. Смотрю, на некоторых присыхают кончики. Возможно, от заморозка, которые были. Возможно, от того, что не хватает воздуха. Так, переходим дальше. На другой участок. Через дорожку, скажем так. Так, здесь гермидор. По сравнению с любашей, рост поменьше. Сантиметров пять до шести растения. Примерно так. Дальше еще. Немного дальше пройду. Дальше миссидром. Вот. Этот вообще отстает конкретно даже. Сравнить гермидор вот. И рядом миссидром, грубо говоря, только повытыкался недавно. По сравнению дальше любаша. Видно прямо на поле, что там зеленее намного. Вот. Ну, в принципе, состояние такое. По остальным сортам показывать не буду. Это меня на другом участке экспериментально. Вот. Ну, скажем так, из того, что я там смотрел. В принципе, все в таком же самом росте. Единственное, что ультраранный, ультраранний Виталия, чеснок чернигов, которым он со мной поделился в прошлом году, в росте, конечно, всех опережает. У него уже сантиметров до пятнадцати листья. Вот. Ну, в принципе, вроде бы все. Ждем возможности выйти в поле, чтобы рвать вот эту корку. Видите, сильно потрескалась. Вот. Закрывать влагу. В принципе, по сорнякам еще ничего не видно. Вот. Ну, я думаю, ниточки там уже образовались. Вот. Ну, с гербицидом пока, в общем, спешить не буду. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.